Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с каббалистом Михаилом Лайбеном. Добрый день! Такие своеобразные новости, это биофизики говорят. В науке для просвещенного человека существует всего три вопроса. Как появилась Вселенная, как в ней зародилась жизнь и как живое научилось думать? Ну, конечно, для них это серьёзные вопросы. Наука была объясняет это очень просто. Есть желание, оно создано в полной противоположности свету. Это основная сила нашего мира. Свет. Свет, который породил противоположное ему желание. Вот это вот действие и называется творением. Чего-то, желание из ничего. То есть из того, чего раньше не существовало. Желание не существовало. Был только свет, высший свет. В свете нет желания, в самом свете. Есть желание, но это желание отдачи и любви. Желание давать, желание получать. Это вот то, что было создано. И это желание под воздействием того же света, который его породил, оно развивается. Когда оно развивается, оно начинает развиваться от простейших организмов к более сложным, сложным и сложным, и так далее. Но все они взаимосвязаны между собой, представляют собой одну общую систему. Один организм, который просто размножается, отпочковывается, так сказать, на разные подсистемы и так далее. И этот единый организм, он постепенно развивается по четырем стадиям своим, которые заложены в свете в самом, которые воздействуют на это желание первозданное. Развивает. И развивает его постепенно, постепенно, постепенно до состояния, когда это желание начинает мыслить, думать, чувствовать. И само себя может даже развивать в соответствии, в подобии этому свету, который его создал. Ничего здесь нет нового. Четыре стадии прямого света, они объясняют нам всё. Конечно, для учёных это всё является проблемой, в которую они упираются и не могут решить. То есть проверить логически они это не смогут? Нет, никак. И поэтому это конечное уже состояние науки, которое дошло до осознания того, что она сама по себе конечна. Потому что всё, что мы получаем, всё, что мы осознаём, мы осознаём через фильтр собственных свойств. Они ограничены. А стоять перед фильтром мы не можем и ощущать там. Чистый свет, да? Да, потому что все наши желания, все наши мысли, они создаются тем же фильтром. И поэтому мы можем быть только за ним. И поэтому тот высший свет, который создаёт нас, он нам, нами не постигаем. А постигаем мы только то, что мы ощущаем через фильтр. Поэтому наука Каббала, она объясняет нам, как мы можем сделать антифильтр. То есть быть всё равно после фильтра мы ничего не можем сделать. Иначе пропадёт возможность ощущения и осознания. Но как, будучи после фильтра этого всех наших свойств и сил, осознать и понять и быть в связи с высшим светом, который существует до фильтра. Для этого нам надо поменять в себе свойство получения наше, истинное, исконное. Обратить в свойство отдачи. И тогда мы в себе, внутри себя, начинаем раскрывать этот свет высший, эту энергию, замысел, мысль, разум и так далее высший. И тогда мы его начинаем осознавать. Осознавать в себе. Нам выскочить выше фильтра и быть перед нашими свойствами нельзя. Но мы в себе можем создать такую же модель. Вот к этому и призывает Каббала. Так что это всё очень просто. Человек моделирует в себе всю Вселенную, абсолютно всё творение внутри себя. А фильтр существует для того, чтобы ослаблять этот свет? Да. Потому что мы его не можем воспринять. Это 5 или 10, смотря как считать, ослабляющих сферот, которые поглощают высший свет и передают нам его. А мы можем внутри построить такую же систему, которая будет от нас отдавать наружу высший свет тот же. Ну вот и всё. На этом построена вся наука Каббала. Поэтому всё в человеке. Всё может быть познано. А если оставаться в рамках нашей естественной природы, то, конечно, утыкаемся. Будут одни гипотезы. Утыкаемся в стенку. Да, но в итоге мы начинаем осознавать, что мы конечны, наше знание конечное и выхода нет. А затем уже из этого всего постепенно они осознают, что да, решение есть в Каббале. Но пока оно придёт. Продолжение следует...